проблема ждет рынок кормов для животных особенно лечебных все то чем мы привыкли кормить кошек и собак скоро может исчезнуть и витамины и другие добавки для кормов у нас импортные и даже если корм производит в россии у нас не будет его составляющих не будет сырья самый простой пример инсулин для животных он привозной и звери с сахарным диабетом ближайшее время почувствовать его отсутствие на домашних кормах также отразятся антироссийские санкции нас ждет дефицит привычных кормов особенно тех кормов которые необходимы животным с определенными болезнями специально для вас мы подготовили список тех кормов которые ушли с российского рынка список этот вы можете посмотреть в нашем telegram канале сегодня мы с вами поговорим о том как преодолеть эту кризисную ситуацию на какие российские корма мы с вами можем перейти мы поговорим об этом с мариной дубровской врач ветеринар с 35-летним стажем здравствуйте марина здравствуйте очередной раз здравствуйте очередной раз здравствуйте тема конечно сегодня очень интересная но во-первых хочу сказать следующее что пока дефицит кормов мы в основном создаем сами также как с гречкой также как и с сахаром люди закупились таким количеством кормов слава богу у них срок годности достаточно большой давайте начнем с того что статистика говорит нам совершенно обратные вещи продажа кормов и завоз сухих кормов в россию на данном этапе увеличилась в полтора два раза если еще феврале возилась там одна тысяча там 200 тонн сухого корма точно на данном этапе вот на начало апреля это две тысячи четыреста тысяч тонн сухих кормов возятся в россию до безусловно есть производители которые отказались работать с нами но тоже royal canin тут тот же royal canin да та же фирма марс сказала что они уходят с нашего рынка но тем не менее производство идет royal canin бесперебойно поступает в продажу единственно что цена на него очень сильно возросла очень был популярен корм монш да очень очень популярен очень многие на нем сидели но корм монш вот как раз это тот корм который больше к нам не завозится больше того он есть у ритейлов то есть этот корм продается на вайлберисе на озоне но его цена за 10 килограмм возросла до 11 тысяч рублей для это большая цена в условиях кризиса который мы сейчас с вами переживаем это нереально кормить собаку обычному пенсионеру хотя если мы говорим о том что есть большие питомники крупные до которые у которого щенки большое количество собак и неважно питомник это официальный либо частный заводчик то это конечно очень бьет по карману в нынешних любого любого бьет по карману какая проблема есть с отечественными кормами по поводу того что все добавки минеральные все витамины все импортные и что мы не можем производить своих кормов на самом деле это не так витамины выпускает наша агро-вет защита витамины в большом количестве выпускает мос агроген институт который занимается производством кормов витаминов минералов для сельскохозяйственных животных и домашних в том числе то есть с этим проблемы нет с мясными составляющими проблемы нет есть другая проблема в том что ибо оборудование все импортное я проанализировала несколько кормов причем на своих собаках вот во-первых корм у нас с вами мира то я уже видел и буду винар винар то корм я проанализировала камри корм вот он у нас до камри корм за гурман корм тоже проанализировала но к сожалению их пересыпала в контейнер потому что у меня две собаки и удобнее так из контейнера и проанализировала состав роял конина на котором я сидела на протяжении многих-многих лет просто сейчас для пенсионеров извините кусаются цены конечно откусываются да так вот состав абсолютно одинаковый вот что мне понравилось в корме винар поедаемость его хорошая достаточно но вот это тут у меня сейчас с ароматной корочкой корм а до этого мы съели было написано с телятины и вот значит ты смотришь поворачиваешь назад и смотришь мясные составляющие курица 23 процента телятина 4 процента да это на самом деле это не смешно потому что телятина это гипоаллергенный корм и мы выбираем а курица наоборот да но хоть производитель честно написал что здесь составе курица и только четыре процента телятина если взять другие производители но я не знаю честно они пишут или нет ниже из мясные продукты допустим курица мясо обвалоченной обработки это значит с костями с перьями ну там ничего плохого нет в костях и перья это ладно так вот значит что хочу сказать по этому поводу производители отечественных кормов сейчас захлебнулись в спросе но давайте исходить из того что натуралка она никогда не изменится и тот запас гречки который я надеюсь каждый из вас сделал он всегда вашу собаку прокормит в крайнем случае ребята если вдруг будет проблемой и с отечественными кормами мы все перейдем как в старые добрые времена в советском союзе мы перейдем с вами на натурал корма да и я надеюсь тогда не аллергии не мочекаменной болезни не будет итак вот сейчас я взяла камри корм прежде всего что мы делаем когда выбираем тот или иной корм смотрим гранулы величина гранул ну конечно для ваших каникорса это будет не то что на один зубок это так скажем насколочек зуба не более того для моих йорков и кавалеров это нормальная форма гранул и величина гранул где-то пять шесть миллиметров это нормально теперь смотрим на что нету красителя большой плюс что растить как видно что�� раститель они красненький зелененькие синий в округления разноцветная просто разноцветные не вкрапления а прям одна гранула красная другая зеленые докрасители это красители да то что они такие жирненький это практически это нормально это Омега-3, омега-6, жирные кислоты. Следующий, нюхаем, должно пахнуть, вот это вот, корм должен пахнуть черным хлебом. Понимаете, вот запах черного хлеба, да, есть такой момент. Если корм пахнет рыбой, в этом нет ничего плохого, потому что рыба, как правило, она гипоаллергенна. Понимаете? Значит, я, извините, всегда пробую. Это первая еда в моей жизни. Сухого корма? Сухого корма. Ребята, извините, я всегда это делаю, потому что, ну как я могу своей любимой собачке дать то, что я не попробовала? Ну и как? На хлеб похоже. На хлеб похоже, да. Значит, мясной составляющей здесь 27%, и, соответственно, мы не чувствуем запаха рыбы, мы чувствуем запах, ну, небольшой запах мяса, конечно, но, тем не менее, корм достаточно полноценный, потому количество заявленных минералов и витаминов нас вполне это устраивает. Теперь следующий момент. А можно прямо спросить? Да. Мы проговорили, что для маленьких, да, камни. Есть вся линейка там, вся и для больших, и для гигантских и так далее. Цена вполне приемлемая, то есть килограмм корма обходится где-то от 250 до 350 рублей. Это приемлемо, согласитесь, да? Да, конечно. Даже для пенсионеров. Да. Итак, значит, смотрим, попробовали, ничего нас не смутило, чуть солноватый, все нормально, соль должна быть обязательно, потому что физраствор – это раствор поваренной соли, да, физиологический раствор. Соль есть, все замечательно. Поедаемость корма. Вот тут очень важный момент. Корм может быть супер премиум, но собаки не станут его есть, понимаете? Поедаемость корма зависит от тех вкусовых добавок, идентичных, натуральных, которые в корм добавлен. Именно для того, чтобы собака ела с удовольствием. Потому что любые сублимации, любые консервации, любые, они вкус теряют, теряют. Мясные ингредиенты вкус потеряли. Поэтому, как эта собака, ну, ребят, лабрадор и спаниель, любой спаниель будет есть за милую душу. Уж поверьте мне, да. Вот, здесь, значит, перед тем, как перейти, допустим, на этот вид корма, пробуем, как собака его ест. Причем ни в коем случае нельзя сразу, прям 100% давать этот корм. Нужно постепенно, за 4-5 дней заменяя. То есть мы в миске, в миске, прям вот так вот перемешиваем, берем, значит, тот корм, который ел, добавляем сначала там 1,5 часть и так далее, за 5 дней мы переходим на этот корм. На полную миску. Дальше смотрим 5-6 дней. Первое, это то, что нас интересует, мы больше не говорим это слово. Я просмотрела прошлую передачу, и там слово на букву К повторилось раз в 50. Так вот, мы про это не говорим. Мы смотрим выход этого корма, насколько он хорошо усваивается, и насколько правильное то, что мы не говорим К, будет от этого корма. Если нас все устраивает, мы помним, какие у нас должны быть выходы. Мы помним, вы можете посмотреть в следующих видео. Да, там все, там еще картиночки я показываю, все хорошо. Так вот, значит, смотрим, какие у нас будут выходы из этого корма. Теперь, значит, давайте смотреть Мираторг. Давайте пробовать дальше. Да, пробуем дальше. Мираторг у нас с вами, смотрите, Мираторг для тоже мини-собак, да? Да. Значит, смотрите, мясо называется, мясо, сочная корочка. Сочная корочка, давайте. Размер гранул соответствует для мелкой собаки, но для крупной он будет вот такой. Вот. Значит, пробуем. А, пробуем сразу. Нюхаем. Чем пахнет? Чем пахнет? Ну, по-другому, кстати, пахнет. У него... Попробуйте на вкус. Вот тут какая-то кислинка появилась. Пахнет. Но пахнет, кстати, больше пахнет мясом. Почему я верю Мираторгу? Ребят, у них свое производство, у них свое фермерское хозяйство. Мяснее, да? На сухарики похоже. Но на сухарики с куриной отдушечкой, согласитесь. Да, и тут, наверное, не черное, а серый хлеб. Да, согласна. Значит, на сухарики с отдушечкой такой вот это похоже. Значит, посмотрели, выбрали, покормили. Мы сегодня что-то еще будем есть. Да, обязательно. Покормили, проверили, усваиваются, не усваиваются. Дальше наблюдаем месяц, потому что бывает такой вариант. Мы говорили об этом идиосинкразии, как аллергической реакции на корма, на продукты питания. И это может быть аллергическая реакция, либо быстрого типа, когда прям сразу. Сразу видно. Когда будем говорить о препаратах, я скажу средство первой помощи от этого. Потому что мы переходим на другой корм, и это может случиться. Итак, значит, смотрим месяц, потому что идиосинкразия, как аллергическая реакция на пищевые продукты, может быть отложенного типа, она может быть по накоплению проходить. То есть месяц кормите, и вдруг как пошли неусвоение корма. Вот это очень важный момент. Месяц кормим, если все хорошо, закупаем. Здесь нет перебоя с производством этого корма. Наш корм, конечно. Да, наш корм. Стоимость примерно... Вы знаете, что? Вот я покупала вот этот корм по акции в Прок, в магазине Прок. Это перекресток в Прок. Значит, стоимость была полкило, по акции 75 рублей, что меня сподвигло его и купить. Почему я говорю, доверяю Мираторку свое хозяйство? Мы знаем прекрасно, что у них и фермы, и птицы фермы, и они блэкангусов выращивают, мясных быков. То есть, ну, как бы есть доверие к этому корму. Да, наше производство, наше тактическое производство. Вот если по акции, ну, это просто сказка, цена была, да, значит, теперь я кормила за меню кормом. Вот тут надо отметить, что вот у них как раз сейчас завал с работой, но у них очень хорошая лечебная линейка. Вот то, что в Монже, то, что Монж сейчас, извините, не выпускает у нас, то есть не поставляет, да, хотя Сербия производит, она у нас дружественная страна. Но Италия, которая является обладателем франшизы, да, то есть она запретила продавать к нам. Фермина великолепный корм с великолепной лечебной линейкой. Тоже ушел, ушел, да. И вот я хочу сказать, что, в принципе, зооменю, он соответствует. Осталось только дождаться там буквально 2-3 месяца, и тогда они обещают наладить массовое производство. Мы сможем покупать больше. Да, будем надеяться. Зоо Гурман корм прекрасно ели, не дешевый корм, не дешевый, то есть там 1,2 кг стоит около 500 рублей, даже 500 с чуточкой. Корм не самый дешевый, но, ребят, самый интересный. Читаем состав Роял Канин. Роял Канин хороший корм, единственное, что спаниели от него толстеют. Итак, значит, смотрим раз, смотрим два, смотрим три. Ребята, вы не поверите, абсолютно одинаковый состав. По количеству протеина, по минералам, по витаминам абсолютно одинаковый. Скорее всего, что разработанная линейка была просто воплощена нашими производителями, да, под своими названиями. Но, значит, Зоо Меню, Зоо Гурман, Камри, Мираторг, потом Акари, корм Акари, Акари очень хвалят таксы. Вот у нас питомник такс есть у знакомых, очень хвалят. Но там какая проблема? Здесь, в Москве, он стоит у ритейлов, опять-таки, да, в интернет-магазинах, он стоит каких-то очень... Я посмотрела, думаю, ни за что. Позвонила в Кущевку, там производство этого корма. Они говорят, ну, отпускная средняя цена, там, в зависимости от породы, ну, где-то от 230 до 250-70 рублей. Продают дороже. Продают, ну, естественно, привезли из Кущевки сюда, сами понимаете, логистика, все дела. Так вот, значит, звоню, оказывается, в Анапе у них там сидит координатор, да, звоню и говорю, я хочу приобрести корм Акари по вашей цене. Она говорит, я вас могу записать на конец мая. Ну, Кущевка, понимаете, Кущевка тоже, но химия до Кущевки там, помните, там страшные события были, но, тем не менее, химия до Кущевки не дошла, понимаете, тоже как бы верим, да, верю, не верю. Итак, значит, что мы с вами, что я лично проверила и что я одобрям, вот так скажем. Что вы советуете нашим? Советую, да. Советую только то, что я 100% проверила. Первое, это зоо-меню, но это не по приоритетам, просто перечисляем. Зоо-гурман, зоо-ринг, камри, окари, мироторг. Пять кормов. Более чем достаточно. И потом, господа хорошие, ну, натуралка, ну, ничуть не хуже. Я, честно говоря, так скажем, в связи с своей занятостью и ленью, уже развившейся с возрастом, я кормлю сухим кормом, да, и даю вкусняшки натуралке. Субтитры сделал DimaTorzok